Омский авангард Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было Заветы Печкина живут и побеждают проверено на празднике Велоумского Изведал враг тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой Впрочем, в спорте врагов нет, есть только друзья соперники Проверено на турнире по рукопашному бою Кроме того, омичи на этой неделе состязались в легкой атлетике и керлинге Танцевали и ловили рыбку, побеждали на татами и проигрывали на футбольном поле Подробнее об этом и не только в ближайшие 20 минуты Начнем мы с новостей из стана хоккейного авангарда То, чего так долго ждали болельщики авангарда, наконец-то свершилось Руководство клуба официально объявило имя нового наставника нашей команды Им стал Боб Хартли Омский клуб заключил с канадским специалистом контракт сроком на два года Хартли тренер опытный, на протяжении 14 сезонов он возглавлял команды НХЛ И это, знаете ли, говорит о многом Все-таки сильнейшая лига мира Но что еще важнее, Хартли побеждал в чемпионатах всех лиг, в которых работал На заре тренерской карьеры он со своими командами дважды выигрывал чемпионат Канадской юниорской хоккейной лиги и один раз чемпионат главной юниорской лиги Квебека Затем в 1997 году стал обладателем Кубка Колдера, главного трофея АХЛ И обратил на себя внимание боссов национальной хоккейной лиги В 1998 году Хартли стал главным тренером клуба Colorado Evalanche С его приходом команда 4 сезона подряд становилась первой в дивизионе по итогам регулярного чемпионата При этом всякий раз доходя в плей-офф как минимум до финала конференции Звездный час лавин настал в 2001 году, когда подопечные Хартли завоевали Кубок Стэнли Успешной оказалась работа Баба Хартли и с другим клубом НХЛ Под его руководством Atlanta Treasures в сезоне 2006-2007 годов Впервые в своей истории выиграла юго-восточный дивизион и пробилась в плей-офф В 2011 году Хартли встал у руля швейцарского Zurich Lions Результат оказался впечатляющим Канадец в первый же сезон выиграл титул чемпиона Швейцарии Этот успех не остался незамеченным по ту сторону океана В мае 2012 года Хартли вернулся в НХЛ в качестве главного тренера Calgary Flames Под его началом в сезоне 2014-2015 огоньки ворвались в плей-офф впервые за долгое время Прошли первый раунд и обеспечили хоккейный бум в городе А Боб Хартли справедливо получил награду лучшему тренеру НХЛ Джек Адамс Эверд Последним местом работы для Хартли стала сборная Латвии Которую он за два года изменил до неузнаваемости На чемпионате мира 2018 года команда впервые за 9 лет вышла в плей-офф На равных играла с Канадой и США, не уступив им в основное время А в четвертьфинале Латвия дала серьезный бой будущим чемпионам Швеция добилась непростой победы над подопечными канадского тренера С минимальным преимуществом в счете Про Хартли говорят, что он тренер старой канадской школы Строго относящийся к выполнению игроками всех назначенных им задач А назначает он их без малейшей оглядки на то Какой именно величины звездой игрок себя возомнил Хартли тренер-диктатор Можно даже вспомнить, что он зачастую запрещал своим игрокам Приезжать на арену в джинсах В авангарде Боб Хартли открывает новую главу карьеры Ну а помогать ему будет другой уроженец страны кленовых листьев Майкл Пеллино Который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским металлуром Пеллино известный методист, отличный тактик, досконально знающий КХЛ Его уважают игроки К нему прислуживаются коллеги Он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона Будем надеяться, опыт и мастерство Пеллино усилят наш клуб в предстоящем чемпионате Пополнился тренерский штаб нашей команды еще одним специалистом Авангард заключил контракт сроком на два года с тренером вратарей Сергеем Звягином За него говорят результаты Он работал с лучшим вратарем плей-офф Василием Кошечкиным Который приводил магнитогорский металлург к чемпионству За спиной Звягина 20 лет карьеры вратаря Он детально знает все нюансы и умеет подвести голкипера к матчам в полной готовности Ну и на этом формирование нового тренерского штаба не закончилось Если Пеллино и Звягина руководство ястребов пригласило еще до подписания соглашения с Хартли То вот другие двое специалистов – креатура именно нового главного наставника Речь идет о обладателе Кубка Стэнли 1996-2001 годов Канадце Жаке Крутье Вместе с которым Боб Хартли прошел через много лет и клубов В ЭХЛ, НХЛ, Цюрихе и сборной Латвии А также о видеотренере Алдисе Аболинше С ним новый главный тренер Авангарда поработал в латвийской сборной И, видимо, что называется, проникся Впрочем, не только тренерский штаб нашей команды претерпел изменения на этой неделе Не менее радикальным образом преобразилась вратарская бригада ястребов О подписании Игоря Бабкова мы уже рассказывали ранее А тут событие, вполне претендующее на приставку «Супер» В Омст возвращается столь нежно и вполне заслуженно любимой омской торсидой Карри Рямя Финский голкипер подписал с Авангардом контракт на один год И это очень хорошая новость С Карри Боб Хартли работал в Калгари и отзывается о нем очень уважительно Соглашение же с чешским вратарем Домиником Фурхом Расторгнуто по взаимному соглашению с Таром Доминику спасибо Он был совсем неплох, особенно в регулярке Вот только, увы, в решающих матчах плей-офф порой Не оправдывал ожидания омских болельщиков За что получил малоприятный для любого хоккеиста ярлык Не кубковый игрок А еще в Омск вернулся забивной и креативный форвард Сергей Широков Чемпион Олимпийских игр 2018 подписал контракт с Авангардом на два года Что же, ждем еще громких приобретений В том числе и североамериканских форвардов высокого класса Но уже сейчас ясно В Авангарде на предстоящий сезон подбирается очень интересная команда Завершился футбольный сезон во втором дивизионе чемпионата России зона Восток В соревновании приняли участие лишь шесть команд Среди них Омский Иртыш Всего речниками в сезоне было сыграно 20 матчей Одержать победу, а мячам удалось только в трех Таким образом Иртыш абсолютно закономерно второй год подряд занял последнюю строчку итоговой таблицы Назначенному на минувшей неделе президенту Омского клуба Сергею Новикову Придется начинать создавать новую команду практически на футбольном пепелище На чемпионате Сибирско-федерального округа подзюдо среди мужчин и женщин Амичка Полина Бухмиллер заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов Другой наш земляк Арчил Гагалашвили стал обладателем бронзовой медали в весе до 90 килограммов На стадионе Авангард состоялись открытый чемпионат и первенство Омской области по легкой атлетике Медали были разыграны среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения и у взрослых спортсменов Всего на старт вышли около 200 атлетов По итогам соревнований будет формироваться сборная региона для участия в чемпионате и первенстве Сибирско-федерального округа, который пройдет в июне Сегодня они хозяева главных магистрали города Рядом с ними нет ни машин, ни пешеходов, только двухколесный транспорт и около полутора тысяч единомышленников Участников 19-го спортивно-культурного праздника Велоомск-2018 В этом году на старт Омского велопарада уже по традиции вышли профессионалы и любители И если первые боролись исключительно за победу, то все остальные крутили педали ради удовольствия Кстати, самому возрастному участнику этого года 85 лет, самым юным на данный момент всего по 4 года Для детей в зависимости от возраста были предусмотрены короткие дистанции Никто не препятствовал участию начинающих велогонщиков и в массовом заезде Для Миши Бушинского нынешний Велоомск не первый В 2017-м в сцепке с папой мальчик без проблем проехал 12 километров Этот год не стал исключением Отец и сын Бушинский вновь решили принять участие в заезде На трассе их ждал небольшой сюрприз Сегодня мы с сыном сделали небольшой заезд, как и в прошлом году Жаль, что дистанция поменьше была Но в целом хорошо, поедем сейчас дальше докатывать Как в целом вам атмосфера? Атмосфера, несмотря на непогоду, все хорошо Рад, что много людей И сами были рады так прокатиться Кроме того, что велопрогулка для участников этого года Закончилась намного раньше, чем обычно, спустя 5 километров Так еще и прокатиться пришлось по новому маршруту Вместо живописной набережной велогонщиков ждал Красный путь Мост 60 лет Победы и улица Партизанская Из привычного лишь старт и финиш на Соборной площади Ну и знаменитый нелегкий подъем на улице Ленина Не оставила без сюрпризов и погода За всю 19-летнюю историю Велоомска Праздник этого года признали самым холодным Но пасмурный ветреный день не стал преградой для настоящих сибиряков Очень хорошо, что город Омск проводит такое мероприятие, как Велоомск Я уже пятый год выступаю в разных мероприятиях В благотворительности в основном выступаю в Радуга Очень большое спасибо за такую организацию Что заставляет вас каждый год сюда приходить? Почему это центр притяжения для велосипедистов? Ну, скажем, какая-то маленькая коммерция Потому что тут разыгрываются достаточно хорошие призы Да и в принципе повидаться с друзьями по большей части Приезжают друзья, мы катаемся Чем нравится именно велосипед? Тем, что можно долго и далеко ехать И при этом не уставать особо Я люблю вообще на велике гонять время от времени Каждый день практически и зимой, и летом на велосипеде Велосипеды разные И для зимы это фэтбайк, для лета это вот такой велосипед шоссейный Сегодня прозвучало, что велоспорт – это образ жизни Вы с этим согласны? Да, для меня это, конечно, образ жизни Потому что я, кроме этого, ничем не занимаюсь Плечом к плечу с жителями и гостями города на велосипедах Прокатились и глава региона Александр Бурков Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц Не оставил без внимания омский праздник И президент Федерации велосипедного спорта России Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов Я думаю, что все мечи ждали с нетерпением этого праздника Почему действительно можно выйти, показать себя Показать свой велосипед, поговорить, пообщаться И городские улицы принадлежат тебе в этот момент Но я думаю, что поднимать массовость в городе Ну, скажем, такие велосипедные мероприятия массовые Они должны быть в какой-то регулярной основе, особенно в летнее время У нас есть великие победы мячей И самое главное, у нас есть любовь спортсменов к этому виду спорта Как и на любых соревнованиях, не обошлось в финале праздника и без медалей У женщин на главной дистанции Велоомска победу праздновала молодая и перспективная гонщица из Омска Мария Иванцова Лучшим на укороченной кольцевой трассе у мужчин стали Никита Киржайкин, Сергей Доценко, Владимир Зырянов и Дмитрий Мурашко Кстати, он же выиграл гонку и в абсолютном зачете В Кормиловском районе определились победители всероссийского турнира по ловле спиннингом с берега Кубок Востока В командном и личном зачетах победу праздновали красноярские спортсмены Серебро досталось о мячам Замкнули призовую тройку рыболовы из Новосибирской области В ДК Шиник прошли чемпионаты первенства Омской области по танцевальному спорту В которых приняли участие около 400 пар всех возрастов На паркет вышли как совсем маленькие танцоры, которым едва исполнилось 6 лет, так и опытные профи В итоге победителями первенства в категории «Молодежь» по латиноамериканской программе стали Анна Шеверева и Владимир Которов В стандарте у молодежи победили Артемий Макеев и Ксения Агафонова В классе юниоры один в «Латини» победу одержали Богдан Кулинич и Виолетта Переведенцев В европейской программе лучшими в этом возрасте стали Матвей Поршнев и Екатерина Банникова В группе юниоры 2 победителями первенства в «Латини» стали Никита Ильин и Дзя Кай Син В самых младших возрастных категориях золотые медали получили Данил Запунян с Кирой Евтушенко и Алексей Шипунов с Вероникой Аножкой Сильнейшими среди взрослых в рамках чемпионата по латиноамериканской программе стали Дмитрий Рылов и Юлия Гришина По двоебурю на чемпионате выступали только Глеб Сикачев и Полина Пальчаковская, которым и достался кубок победителя 143 участника от мала до велика, около сотни зрителей и десятки захватывающих поединков В дюше имени Героя России Олега Охременко в четвертый раз прошел Кубок Омской области по рукопашному бою, посвященный Дню Пограничника Ежегодно ко мячам на турнир приезжали участники из соседних регионов На этот раз планы гостей несколько изменились Награды разыграли среди бойцов местных клубов По ходу соревнований на ковер выходили спортсмены разного уровня Юные бойцы демонстрировали неплохую подготовку И довольно уверенно добывали медали, завершая поединки досрочно Конечно, я победил за счет поддержки моих друзей, тренеров И, ну, конечно, нервничал, но все же пересилил себя и победил И мне понравилось Сложно, по-моему, был Гуров Потому что я по очкам с ним проигрывал Но так как я ему пробил печень, ему стало плохо И досрочно закончил Не пропустили соревнования в честь Дня Пограничника И опытные бойцы для воспитанника авторской школы «Шторм» Победителя международного турнира по смешанным единоборствам «Файт Найс Глобал 81» Александра Подмарева Участие в Кубке – одна из составляющих подготовки к важному поединку В рамках турнира «Гран-при Беркут Ян Иглс» Который ждет нашего спортсмена уже в июле В Лондске уровень рукопашного боя очень высокий Это, в принципе, видно на этом турнире Очень много хороших боев зрелищных И много досрочных боев То есть мастерство показывают Главная моя задача – это набраться опыта Это, наверное, самое главное, что для меня нужно Ну, выигрывать, естественно Прославлять свою школу, своего тренера Александра Штюменко С особым интересом болельщики наблюдали за поединками мастера спорта по рукопашному бою Артема Нужнова Совсем недавно наш спортсмен вернулся с Кубка России из Уфы с серебряной медалью И путевкой на Кубок мира В октябре омский боец отправится на Кипр Добывать новые награды До этого я отбирался в юношескую сборную Там по причине травмы у меня не получилось поехать Сейчас отобрался во взрослую сборную Старше 18 лет Ну, это, можно сказать, самый первый серьезный мой такой старт в карьере А расскажи, что он для тебя значит и чего ты от него ждешь? Ну, этот старт очень много для меня значит Так как на кону стоит звание мастер спорта международного класса России И вообще очень престижно поехать представлять свою родную страну, город и область на таких крупных соревнованиях В этом году у нас наши спортсмены, наши области очень сильно скакнули вверх В состав сборной команды страны России вошли 4 человека 55 килограмм Илющенко Артем на Кубок мира отобрался 65 килограмм Нужнов Артем отобрался на Кубок мира 85 килограмм И Ващенко Илья отобрался на первенство мира за сборную страны по юношам По старшим 18-21 И свыше 90 килограмм Якобюк Максим Также отобрался на Кубок мира У всех, у 4 ребят есть возможность в этом году выполнить нормативно-спортивное звание Мастер спорта международного класса России Ну что же, пожелаем нашим спортсменам удачи на международных стартах Ждем от них новых побед Шансы добиться хороших результатов у омских парней, несомненно, есть Свой высокий уровень подготовки бойцы в очередной раз продемонстрировали и на домашнем турнире Ну и, конечно же, пополнили свой медальный багаж новыми наградами В Ледовом дворце имени Александра Кожевникова прошли чемпионаты первенства Омской области по керлингу на Кубок президента региональной федерации В турнире принимали участие 6 команд В итоге победителями соревнований стали Юлия Булавина, Алена Линард, Алина Абрамович, Арина Агафонцева и Ульяна Серых В городе Выкса Нижегородской области состоялся чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов В этом году участниками чемпионата стали около 200 борцов в возрасте от 35 до 83 лет Чемпионов и призеров определяли в 7 возрастных группах и 7 весовых категориях В соревнованиях приняли участие трое амичей и все они вернулись домой с медалями В возрастной группе до 60 лет в весовой категории до 82 килограммов второе место завоевал Олег Николаев Еще одно серебро взял Андрей Крушниц Он занял второе место в возрастной группе до 55 лет в весовой категории до 100 килограммов А в возрастной группе до 55 лет в весовой категории до 74 килограммов третье место занял Юрий Султанов И это все о чем мы успеваем рассказать сегодня До встречи на 12 канале через неделю Любите спорте Редактор субтитров А.Семкин